Так, всем привет! Сегодня поговорим о теме интимной, важной. Я решила, блин, ну, вроде бы такой момент всем понятный, да, но не все, как показывает практика, что так, например, делать нельзя или не надо. Я просто расскажу, чем это опасно, и хочу вас предупредить. Выбор вы сами, естественно, делаете, но предупрежден, значит, вооружен. Вот я с себя, скажем так, снимаю некую ответственность, я об этом рассказываю, и если кому-то надо будет, я всегда могу отправить на это видео ссылку, да, и посмотрите на эту тему, историю. Мы сейчас будем говорить про какую-то интимную близость по интернету, переписки, чем-то чревато, и почему, например, это делать не надо именно с турками, с точными мужчинами. Первое, вы можете сказать, вы себя обесцениваете, это только поверхностно, если мужик это получил, то вы ему станете неинтересны, и т.д. Да, это отчасти правда так и есть, но это больше рассуждение с точки зрения манипуляции мужчинами, то есть я манипулирую постелью, сексом, контактом, недоступностью какой-то, значит, а-ля, меня замуж возьму, и так далее. Не работает, так, знаете, уж извините, правда какая она есть, но тем, что вы покажете свое, скажем так, как бы слово какое, да, подобрать, не серьезность, это 100%, да. И из радга желаемой прекрасной богиней нимфы перейдете в разряд, а, это такая же, как и все, а если кто-то другой к ней обратится, напишет с ним, она тоже так активно, интимно переписываться, например, и будет, да. Обесцениться это 100%, это в гадалке не ходи. Ну и как манипуляция тоже используют это глупо, это не гарантия вам чего-либо. Почему с восточными мужчинами, это лучше, как вы поняли, это обесценивание, в первую очередь, во вторую, самое главное и опасное, вообще два момента опасных. Первый, это время интернета, это время мошенников, и если вы высылаете какие-то фотки, это все можно записать, видео заснять, сохранить, затем вас шантажировать. Есть такая, назовем так, коалиция в интернете, не только в Турции, но в многих других странах и в вашей стране в том числе, такие всякие переписки и все прочее, это прям реально мошенники, которые, выудив какую-то информацию, фотографии или видео ваше записав, вы думаете, что вы общаетесь там с Тиндери, с парнем познакомились, потом где-то в соцсетях общаетесь и так далее, на свидание можете сходить, да. Но по факту через какой-то промежуток времени, когда уже есть ваши какие-то данные, вам говорят, плати бабки, иначе мы разошлем это ВКонтакте твоим всем, там, не знаю, школьным друзьям, адресатам и так далее. Или говорят, что такая-то сумма, и мы не пришлем твоему начальнику на работе, а вы, например, в соцсети где-то указали ваше место работы, должность, ну, очень часто телефоны всякие многие пишут. Много о себе следите в информационном поле, то есть, по сути, это практически на 90% людей, у которых есть за что пошантажировать. То есть, это чисто прям мошенники, которые могут использовать эти данные, информацию против вас с целью получить деньги. И вот здесь остается в таком случае лишь два варианта. Либо деньги платить, но, скорее всего, шантаж продолжится, и не факт, что он прекратится. Второй вариант — не платить, но при этом понимать, да, что, может быть, ваша репутация или на работе, или еще как-то под каким-то риском. В общем, как-то надо, в этой истории надо не эмоционально, на что обычно у мошенников упор реагировать, а разумно подключать сначала свои мозги. Чего я, как могу в этой ситуации развернуться, да, не полить с горяча. И второй момент, вот мужчин восточных берем, почему не надо вступать в всякие вот эти интимные моменты виртуальные, это вся история. Тоже есть категория, ну, будем говорить про турцию, потому что я в Турции живу, я уверена, в других странах то же самое. Категория турок есть, которых цель, они очень классно подкатывают про свадьбу, про кино домино, про любовь, либо на сайтах знакомств, или, у них еще фишечка такая есть, они знакомятся с вами, ну, в курортной зоне, когда вы в саму страну на курорт приезжаете в отпуск, они знакомятся в реальной, короче говоря, жизни, в вашей стране, если там работают, например, или когда вы к ним приезжаете. Они как бы типа в романтической переписке с вами состоят, общаются, там, про свадьбу, все, ну, короче, по ушам конкретно ездят, тип про отношения. Но когда вы уезжаете в свою страну или на расстоянии находитесь, они очень быстро сводят вас к какой-то интимной переписке виртуальному чему-то, очень сильно на этом настаивают, давят, винят вас, подключают чувство вины, обижаются, манипулируют, в общем, пытаются выудить конкретно вот это. И весь вот этот шлейф общения, типа романтики и всего прочего на самом деле был для этого. Это есть категория, ну, назовем так психически не очень здоровых людей, которые в реальной жизни не могут, им проще это делать в интернете. Это проблемы с эго, скорее всего, проблемы с самооценкой, неуверенность в себе тотальная, огромная, и они герои или такие мачои, и все прочее, только в интернете. Там они расслабляются, там и проще, и так далее. Следующий мотив — это сведение счетов. Тоже они могут записывать всякие вот эти видеофото и не а-ля там не шантажировать за деньги, а шантажировать за репутацию. Просто нагодить вам, насолить, разослать и так далее. Просто делать это для того, чтобы видеть, как вы боитесь, видеть вас жертвой. Само вот это доминирование власть информацией над вами, унижение некоторое. Это тоже психические проблемы у человека, побуждает его так поступать, да? Некий, короче, дисбаланс определенный в его голове. Хорошо, если это просто вам попался такой чувак, который все обставлял, но его задача была на самом деле получить от вас какое-то виртуальное интимное, какое-то общение. Это вообще легко отделались. Если вы попадаете на шантажиста, иностранца, вот тут уже труднее. Вам труднее, вы не можете написать заявление в своей стране, вы юридически как-то скованы, хотя если бы вы там в своей стране на такое попадаете, и вам говорят, ну там, на работу тебя отправим в ВКонтакте или еще что-то. Страницы, это легко, пишется заявление, гиброполиция, в принципе, находит, если хотят, да? Это легко найти. А вот за границей, и если даже за границей нашли, что вы можете сделать? Ну, максимум, через суд этому человеку можно сделать запрет на въезд в вашу страну. У меня вопрос, он вообще к вам в страну собирался ехать, где вы живете, правильно? То есть, по факту вы ничего не можете, по сути, наказать никак этого человека, ничего сделать не можете. Еще маленькая вероятность, что его поймают. Если его поймают, то и наказать не можете. В общем, в любом случае, так это для вас проигрышная позиция и ситуация. Для женщин, которым не имется, которым интересно, почему они на это соглашаются очень часто, вот эта кибер-история, она очень кажется безопасной. На расстоянии, далеко, рядом со мной в комнате человек не присутствует. Я контролирую ситуацию, я могу всегда нажать кнопочку выкол, там, или закрыть компьютер, или еще что-то, да? Это, во-первых, мнимая, ненастоящая иллюзия контроля ситуации. На самом деле, наоборот, вы не защищены, ничего не контролируете, вам можно навредить, и эти данные возможно использовать против вас. Это максимально незащищенная ситуация. Как последствия, если вы в такое попали, это недоверие базовое вообще к мужчинам, к людям, к интернету и так далее, разочарование огромное, удар по самооценке. В общем, с психологической точки зрения, ну, не катастрофа, но реальный урон своей психике и самооценке можно понести. Просто так, чтобы с рук сошло, я, типа, завтра проснулась, ничего не помню, скорее всего, так не будет. Зачем себя подвергать такой опасности? Поэтому я просто как человек в быту, да, сталкиваюсь с такими историями, и в своей работе в том числе, особенно вот с турками, я вам сразу говорю, девочки, лучше этого не делать вообще. Не хочешь попасть в опасную ситуацию? Не подвергай себя опасности. Мы все как бы не гневай бога, когда говорится поговорка, кто знает, как это закончится. Ты попала на нормального человека, адекватного, или маньяка, или просто, дай бог, еще поверхностного ветреного, которому только вот это и нужно, ничего там записывать от себя, как-то шантажировать, дай бог, не будет, и калечит твою психику, твою самооценку. Надеюсь, что хотя бы вот так. Так что лучше в это вообще не втягиваться и не входить, чтобы потом это все не разгребать. Прям прислушайтесь. Если вам так хочется, деймется, блин, ну вокруг столько мужиков в реальной жизни. Давайте как-то решать вопросы по-другому, правильно? Слишком это, скажем так, слишком маленькое удовольствие, слишком большая цена у вас будет. Если вы из таких категориях, вот если мне сразу говорят, вот турок мне там что-то предложил в переписку, и там фотки еще что-то там отправить и прочее, лично для себя, я вам так говорю, живя в Турции, я бы сразу поставила крест на этом человеке. Потому что женщина, которая, скажем так, идет к определенной цели, там, замужество, серьезные просто отношения, нормальные здоровые отношения, она не то, что отвечать на это не будет, отсылать что-то в ответ здесь. Здесь она воспримет это предложение как оскорбление, запомните, это оскорбление, такое предложить. Здесь тоже развит тиндер внутри страны, вот мы сейчас говорим про отношения турчанок и турок. Все это тоже отправляется, всякие переписки есть, это все тоже есть. Но женщина, которая позволяет к себе это и в это вступает, она тут же обесценивается. И после этого вступить в нормальные отношения, чтобы тебя знакомили с родителями, на тебе женились, надо постараться поискать вообще такое, это такое, звезды так сошлись. Здесь это не принято, у культурной женщины непривычно, скажем так, вообще ненормально. Подобного плана предложения для серьезной девушки, которая себя уважает и любит, здесь это вот внутри в стране оскорбление. И, пожалуйста, кто иностранки, не начинайте отношения серьезные с вот этого. Не думайте, что они станут серьезными. Если вам это предлагают и говорят, ну ты же так далеко, я же себя так люблю, я так скучаю, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Дружок, поскучай и потерпи, тебе стимул быстрее купить билет и прилететь ко мне или меня к себе привезти, или еще что-то как-то, или нам с тобой встретиться на нейтральной какой-то третьей стороне территории и так далее. Как-то же без этого люди, блин, живут и не помирают, правильно? Не ведитесь, пожалуйста, на это. Есть, я не говорю о том, что не бывает серьезных отношений, после этого бывают, но в принципе вот в этой системе ценностей главная проблема — вы обесцениваетесь. Просто они как товар на рынке обесцениваетесь, товар-цена, а как человек, как личность, вы теряете свою ценность. А заходить в отношения надо же с ценностью всегда. Если меня сначала не ценят, у меня низкая цена, ну со мной и дальше не будут считаться, меня не будут слушать, слышать, принимать во внимание. Я никто и ничто. А оно вам надо вообще? Зачем быть вот на этой позиции непонятной вообще убогой сразу в отношениях с мужчиной? Так нельзя. Так вообще ничего хорошего не начнется никогда. Поэтому всегда помните, девочки, живя в другой стране, общаясь вот с каким-то по интернету, вот именно из-за турки, подобного плана предложения для приличной женщины — это оскорбление. Он будет давить или откатывать, и тема, если это возвращается в итоге, он урока не, скажем так, не сделал, ваш отказ не воспринял. Это говорит о том, что ему наплевать. Ему, скорее всего, если он продолжает давить в этом плане, это и есть его цель. Он не настроен на серьезные отношения. Есть шансик на что-то нормальное, адекватное. Если он такое предложил, ну, я бы уже даже подумала, если предложили, даже такой, типа, чего? То он, вы можете сказать, ты что, офигел это оскорбление? Он такой раз быстренько отскочил, и эта тема никогда больше не поднимается. Вот здесь есть шанс на нормальные окей отношения выстроить. Если он быстро отскочил и понял, что он не в ту степь вообще, не туда сделал предложение, и как бы надо ротик-то на замочек держать, вот тогда окей будет. Еще можно о чем-то говорить. Если он продолжает вас давить, винить или еще что-то, вымогать с вас что-то, просто если вы за серьезные отношения здоровые, просто крестик ставьте, все, ничего. Если я отступаю, то вот на этом уровне и останется. И всегда это говорит о том, что если вам это предложили, значит, другим женщинам это тоже предлагали. А вам это приятно вообще осознавать, чувствовать, как бы, как вам-то это. Вот такие истории у нас здесь есть, на что я хотела обратить ваше внимание. Если вам эта тема интересна, пишите комментарии под видео, обсуждайте, что вы думаете по этому поводу, стоит так делать или не стоит. Может, вы вошли в число тех счастливчиков, у кого что-то подобное было, потом получились нормальные, адекватные, серьезные, уважающие друг друга отношения партнерские. Было бы классно, если поделитесь такими историями. Спасибо всем вам за внимание. Пишите комментарии под видео в инфобоксе. Я оставляю свою почту, куда вы можете написать, и обратиться ко мне за психологической консультацией. Спасибо за внимание. Всем пока.